Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. В России требуют от Финляндии забыть про прежнюю торговлю и уже доказали это на деле. В России уже вошло в моду прекращать снабжать своими ресурсами всех, кто отказывается поддерживать взаимное уважение и обеспечивать свободную торговлю с нашей страной. Все эти счастливчики вдруг неожиданно начали получать от России ответные решения, с удивлением замечая изменения в своей экономике не совсем в хорошую сторону. Одной из таких стран стала Финляндия, которая долгие годы за счет российских ресурсов строила свою промышленность и это прибавило уверенности их бизнесу настолько, что они думали это будет продолжаться вечно, даже если они перестанут учитывать российские интересы. Теперь они могут забыть про прежнюю торговлю. Финляндии от России нужны были лишь одни ресурсы, как собственно и всей Европе, которая не была заинтересована в развитии наших сегментов. После того, как ряд государств начали экономическое давление, Финляндия к ним присоединилась. Первым значимым ответным шагом был ультиматум, или все эти страны будут оплачивать российский газ в рублях, или пусть ищут его в другом месте. Причина, конечно, была веская, ведь полученные деньги за газ у России могли отобрать и присвоить себе те, кто не считает воровство зазорным. Нашему ультиматуму сперва не поверили и были сильно разочарованы, когда им крутанули газовые вентили и Финляндии пришлось остаться без недорогого газа. В Европе начали понимать, что в России не шутят, но это было далеко не единственным решением, которое должно было продемонстрировать новую внешнюю политику, в том числе по отношению Финляндии, в которой, наоборот, преподносит снижение торговли с России до 2-6% от финского глобального товароборота, как некое достижение. В России требовали запретить поставки сырой древесины и вообще отменить торговые преференции для некоторых стран, и это требование было выполнено. Сделано это было таким образом, что у Всемирной торговой организации не могут возникнуть прецензий. Среди тех, кто больше всего потерял, оказалась Финляндия, которая осталась без российского древесного сырья, а следом и российский уголь и нефть перестали идти в их сторону. В итоге Россия прикрутила продажи сырья в Финляндию настолько, что экспорт в их сторону стал составлять смешные 150 миллионов евро в год, а, например, раньше они покупали у России разные энергоресурсы – металлы, нефть, уголь. Газ и древесину на 9 – 6 миллиардов евро в год. Вы представляете, насколько им стало сложнее обеспечивать свою промышленность российскими ископаемыми, что финны даже 800 российских грузовых вагонов пытались себе присвоить? При этом раньше Финляндия продавала в РФ своих товаров на 3-5 миллиарда евро в год, да вот только финская продукция нам оказывается не нужна. Ведь после сокращения закупок до смехотворных 140 миллионов в год, этого вообще никто не заметил, а если кто и заметил, то с легкостью нашел аналоги, там не было ничего уникального и незаменимого. А вот российские недорогие энергоресурсы и древесину Финляндия заменить не может, доставлять задорого природный газ из США, уголи с Африки и Австралии, переплачивая огромные суммы за логистику. Но разве это образец предприимчивости? В России реально требуют забыть про прежние торгово-экономические отношения с некоторыми странами, показывая это на деле. «Наша страна перестала приобретать деревообрабатывающие финские станки пансе, а реализовать их в других странах Финляндия не сможет, в мире достаточно много аналогичной техники и финских производителей никто на рынок не пустит. А ведь в этой компании работает 1 800 человек. Им придется пилить свой собственный лес и стоит это дорого, налоги очень высокие и получается их работа станет нерентабельной уже совсем скоро. Лифты им тоже придется продавать в других странах и в России много отечественных компаний, которые с удовольствием освоили российский бюджет вместо финнов». «Наши компании требовали дать возможность выйти на российские же рынки и им дали такой шанс, поэтому возможность реализовывать товары в нашу страну потеряла не толоко Финляндия, но и вся Европа». В Польше требуют от России не взыскивать деньги за строительство 800 промышленных объектов. Серьезные заявления российского политика Вячеслава Володина о том, что следует получить от Польши финансовую компенсацию, стали для Польской республики полной неожиданностью, там рассчитывали. Что торговое и экономическое давление с их стороны не приведет к таким последствиям. «Россия при СССР вложила огромные деньги в польскую экономику, и это было последовательной и целенаправленной политикой, направленной на укрепление торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Вместо того, чтобы строить все эти объекты у себя, советские руководители были уверены, что обустраивание промышленности в Польше позволит сделать дружеские отношения более тесными. Однако сегодня мы видим, что эта политика была слишком наивна и даже вредна, ведь в Польше считали, что получать финансирование от России при СССР – это само собой разумеющееся явление и не заслуживает благодарности. Зато когда Европа лишает Польшу финансирования, там говорят о какой-то солидарности и единстве. Предложение Володина о взыскании с Польской республики денежной компенсации вызвало негативную реакцию со стороны польских политиков и сильно их насторожило. Там не ожидали такого требования, хотя оно всего лишь на стадии идей. Однако то, что сегодня просто идея, в скором будущем может стать реальностью, и судя по тому, как в Польше оказывают давление на нашу экономику и не желают уважать усилия нашей страны по формированию польской промышленности в прошлом, то эта идея вполне может получить продолжение на законодательной основе. По современным ценам Россия при СССР отдала на ветер свыше 750 миллиардов долларов, чтобы построить более 800 промышленных объектов в Польше, по сути создав им экономику заново и увеличив уровень их промышленности от плуга и сахида высокоиндустриальной инфраструктуры. Однако в Польше не считают это причиной для того, чтобы ценить данный поступок и политики, тому же начали высказывать свое мнение на этот счет и требуют забыть про взыскание финансовых затрат. Премьер-министр Польши Моровецкий сказал, что эти требования абсурдны. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс назвал это требование страшилкой и уверен, что никто в адрес ни за что платить не будет. Мало того, российский политик Володин констатировал, что современное территориальное устройство Польши, которое было определено итогами, просто не имеет актуальности и должно быть пересмотрено, и это очень серьезный посыл в сторону Германии, которая с радостью бы на это согласилась. Конечно, сегодня говорить об инвестициях в Польшу со стороны России – это просто смешно, ведь польские политики требовали от Германии прекратить получать российский трубопроводный газ. Пытались запретить Газпрому и Роснефти продавать ресурсы в Европу, поэтому в том, что немецкая промышленность осталась без природной газа, это в том числе заслуга их соседей. В Польше, конечно, не согласны ничего выплачивать. Все хуже, чем рассчитывали в США. Завод по производству турбин может перейти в нашу собственность бесплатно. Зарубежные коллеги надеялись на отсутствие российского ответа, рассчитывая на то, что в России не станут разрывать торгово-экономические отношения после оказания экономического давления. Связано это было с не совсем точной оценкой выгодополучателями из США и Европы своей собственной значимости, мол, в России не захотят терять торговые площадки, куда продают свое сырье. Компания из США General Electric успешно работала на российском рынке и получала серьезную финансовую прибыль и миллиардные обороты, они решили начать создавать трудности для своих российских филиалов и начали приостанавливать деятельность. В надежде, что это принесет результат и вынудит Россию стать сговорчивее. А что же мы видим на самом деле? В России приступили к планомерному отодвижению американских и европейских компаний от сегментов экономики и запрет иностранцам принимать решения, и исключение их из советов директоров стало для чужих владельцев полной неожиданностью. Ведь их даже дивидендов лишили. Если это произошло в нефтегазовом секторе и горнодобывающей отрасли, то почему это не может быть распространено на энергетику и прочие важные направления? Когда было одобрено ведение внешнего управления над российскими филиалами немецкой Унипер и финской Фортум, стало понятно, что в России не собираются останавливаться на достигнутом. Американским компаниям в России тоже принадлежит много активов в самых разных сферах, но начинать их национализацию будут, естественно, с самых значимых объектов, имеющих отношение к энергетике и прочим важным отраслям. Теперь не нужно выискивать причины, все стало намного проще в рамках ответных мер. Новый указ, позволяющий принимать незамедлительные решения о передаче прав собственности российским управляющим, исключает длительные процедуры, решение теперь принимается лишь по одному щелчку пальцев. Что, безусловно, создает правовую основу для существенного расширения действия этого важного указа. Компания General Electric в принципе отлично устроилась в России и имеет много активов, в том числе совместный завод Синтерраа в Ярославской области по производству газовых турбин. Конечно, специалисты из США следили за тем, чтобы завод не сильно расширял свои возможности и не выходил на внешние рынки, чтобы не получать огромную прибыль.